Цифровая витрина Вашему вниманию предлагается новелла писателя Сергея Эдуардовича Воронина, широко известного в России и за рубежом по автобиографическому роману «Сын Ра», а также приключенческой повести «Одиссей из Поднебесной». Это подлинная история, рассказанная автору повести «Потомок Чингисхана» 25 мая 2013 года в ирландском пабе города Красноярска молодым тувинцем по имени Сайдаш. Вторая новелла «Звезда и смерть Алеши Негодяева» о непростой судьбе известного сибирского ученого, проживающего в настоящее время на озере Байкал. Имена и фамилии литературных персонажей изменены по морально-этическим соображениям. Воронин, 2017 год Здравствуйте, однако! Вот и пришла пора нам познакомиться, читатель. Меня зовут Сайдаш, по фамилии Саян Оол. Саян Оол в переводе с тувинского означает «рожденный в Саянах». Все же это очень и очень странно, по-моему. Я, чистопородный тувинец, настоящий степной кочевник по духу и крови, а родился в Саянах, в этих самых величественных и загадочных горах Южной Сибири, овеянных удивительными вековыми тайнами и не менее удивительными легендами моего такого великого и одновременно такого малочисленного народа. Родился я 5 мая 1975 года в семье простого охотничьего егеря, который всю жизнь прожил в лесу и к дарам цивилизации относился всегда иронично скептически, как, впрочем, и все люди, подобные ему, кто очень тесно общается с природой и которым, вероятно, со временем стало известно нечто такое, что совершенно недоступно другим людям. Кстати, буддисты всего мира считают, что если у вас в дате рождения присутствуют три пятерки, как у меня, то это значит, вы реально родились под счастливой звездой. И ведь действительно, грядущие события в моей развеселой жизни очень скоро покажут всему миру, что я на самом деле редкостный везунчик. По натуре отец был всегда очень жестким и властным человеком. Мне кажется, что моя мать, по-тувински Авай, с самого замужества побаивалась его, стараясь по возможности ни в чем ему не перечить и чутко прислушиваясь к перепадам отцовского настроения. Крутой нрав отца, а также его невероятная азиатская вспыльчивость, достаточно часто приводили к тому, что я от всей души получал от него увесистые оплюхи, иногда, на мой взгляд, по совершенно ничтожному поводу. Охотничье хозяйство, в котором всю жизнь трудился, не покладая рук мой Агай, по-тувински означает «папа», расположено в Тесхемском районе, Кажууне, республике Тыва, на мой взгляд, в самом живописном уголке у нас. Месть и слияние двух могучих рек – Пихем и Улукем, в переводе с тувинского означает «малая и большая река», которые здесь, как раз в этом самом месте, и образуют в своем союзе великий Енисей-батюшку. Именно этот сакральный момент зачатия Енисея символически запечатлен на государственном флаге республики Тыва. Три линии на нем изображают, соответственно, три сибирские реки, дающие жизнь всему сущему, начиная от монгольской границы и до самого северного Ледовитого океана. Кстати, в Тесхемском Кажууне находится и тщательно охраняемый ЮНЕСКО знаменитый биосферный заповедник, так называемая Упсунурская котловина, образовавшаяся на Земле несколько миллионов лет тому назад в результате какого-то природного катаклизма. В общем, друзья, у нас в Тыве в самом деле есть на что посмотреть. Отвечаю. «Дело свое егерское мой Огай всегда знал очень туго. Пожалуй, вряд ли во всей России вчера и сегодня можно еще найти такого охотника и следопыта, как отец, но за исключением разве что легендарного уссурийского Гольда Дерсу Узалы, да и тот уже давно почил в Бозе, земля ему пухом. Так что на сегодняшний день в России, да что там, думаю, даже во всем мире, просто-напросто не существует достойных конкурентов моему отцу. Все охоты высшего представительского класса всегда поручались главным охотничьим управлением республики Тыва исключительно моему Огаю. Так, в 2010 году отец обслуживал очередную царскую охоту Владимира Путина и моего знаменитого земляка, нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу. В перерыве между охотой в настоящей монгольской юрте, специально установленной в лесу по просьбе президента России, столь высоких и дорогих гостей ублажал, не жалея своих волшебных голосовых связок, тувинский мастер горлового пения Кангар Оол. Потрясенный Путин скажет потом журналистам, я просто в шоке от всего услышанного, никогда не думал, что такие космические звуки может производить обычное человеческое горло. Когда мне исполнилось 11 лет, Огай стал регулярно брать меня с собой на охоту. Как раз на одной из таких охот я и познакомился с этим на редкость удивительным и интересным человеком Сергеем Федоровичем Кирюшкиным, который вскоре станет моим лучшим другом и очень круто практически на всю жизнь изменит мое тогда еще незрелое юношеское мировоззрение. Сергей Федорович Кирюшкин достаточно известный в научном мире профессор Красноярского государственного университета, доктор исторических наук, да без памятства, просто до какого-то болезненного фанатизма, влюбленный в свою археологию. Худощавый мужчина 55 лет, спортивного телосложения, как и все страстные натуры, он был к тому же заядлым охотником и именно на этой почве через общих знакомых однажды вышел на моего отца. С тех пор, а именно с памятного 1980 года, Кирюшкин стал постоянным визитером в наши края. Как сейчас вспоминаю эти чудные мгновения, достойные кисти великого художника Василия Перова. Уставшие, но счастливые охотники после удачной охоты собираются на привале возле костра, пускают по кругу котелок со спиртом, разбавленным водой, у нас в Тыве это называется пить на чечет, и придаются сладостным воспоминаниям, кто во что гораст. С особым несерпением и каким-то странным вожделением охотники ждут научных откровений подвыпившего профессора Кирюшкина. Когда котелок со спиртом наконец доходит до него, он опускает обрубок своего указательного пальца на правой руке в огненную воду и произносит в полголоса странные, похожие на магическое заклинание слова. «Бурхан, Бурхан, не дай мне сегодня загнуться». Сергей Федорович Кирюшкин сам был родом из Бурятии, где Бурхан всегда являлся и до сих пор является верховным божеством в бурханизме, а также одним из божественных существ в буддизме, которые традиционно исповедуют буряты. С этим обрубком указательного пальца связана одна крайне неприятная история, которая, тем не менее, добавляет еще один яркий штрих к психологическому портрету и без того харизматичного профессора Кирюшкина. Эта драматическая история произошла осенью 1981 года. «Как всегда, Сергей Федорович отправился вместе с моим отцом на очередную охоту, которая, как назло, оказалась в этот раз на редкость удачной. Охотникам удалось подстрелить здоровенного оленя. И вот тут случилось то, чего не любят вспоминать до сих пор ни мой Огай, ни Кирюшкин». Во время разделки туши оленя профессор случайно поранил себе правую руку. «Началось заражение, причем стремительное. Трупный яд зверя попал в кровь человека». «Хреново дело!» — мрачно констатировал Кирюшкин. «Пока доедем до поселка, пока найдем фельдшера, почернеет вся рука. Делать нечего, пока не поздно, надо пожертвовать пальцем». Он смачно глотнул из фляжки со спиртом, перевязал жгутом основание указательного пальца правой руки и, нисколько не сомневаясь в правильности своего поступка, решительно взмахнул топором. Кирюшкин в очередной раз от души отхлебнул из котелка, которые ему передали по эстафете уже изрядно повеселевшие охотники, громко крякнул при этом и, поглаживая свою окладистую ученую бородку, начал свою наукообразную речь. «Вот что я вам хочу сказать, мужики. Власть, придержащая и нарочно дурит русский народ, чтобы не допустить его национальной самоидентификации. Это очень опасно для власти, когда народ знает себе истинную цену и свое реальное место в мировой истории. Гораздо легче управлять населением, которое уже давно смирилось с тем, что оно пьяное, никчемное быдло и ничего больше. От употребленного внутрь медицинского спирта у профессора смешно вылупились, как у рака, глаза, и густо покраснел самый кончик носа, придавая этим самым Сергею Федоровичу довольно комичный и даже немного маргинальный вид. К тому же властям активно подыгрывают и некоторые известные деятели науки, которые подводят под продолжающуюся деградацию народа псевдонаучную основу», все более распаляясь, продолжал Кирюшкин. «Вот, например, есть такой чудак на букву «М» в нашем научном сообществе, целый доктор исторических наук, профессор современной гуманитарной академии Масецкий Николай Александрович. «Вы бы только послушали, какой бред несет этот горе-деятель от науки». Договорился уже до того, что без монголов и татаро-монгольского ига не было бы вообще русской государственности. По словам Масецкого, да чтоб его козла замучил метеоризм во время лекции по истории Отечества, монголы дали нам письменность, финансовую систему, таможню, армию и даже баню. «Вот так вот, мужики!» Оказывается, до нашествия хана Батыя мы не то что читать не умели, но даже не мылись никогда. И этот чересчур важный господин, так сказать, на полном сурьезе, чревовещает с высокой трибуны профессора Сга. А вот археология, скажу я вам сегодня, совершает подлинную революцию в ученых умах. Судите сами, одна только находка скифской принцессы в девяностых годах в Горном Алтае перевернула все наши представления о скифах, как о народе. Всегда считалось, что скифы — это монголоиды, а оказалось, они абсолютные индоевропейцы, то есть, как и мы с вами, представители арийской группы. Причем самым близким к скифам современным народам по ДНК оказались, кто бы вы думали, азербайджанцы. Что, съели? Или вот возьмем такого очень грозного и очень харизматичного предводителя гуннов Атиллу. Считалось, что этот жестокий завоеватель такой же монголоид, как и скифы. Последние археологические раскопки убедительно показали, что и это абсолютно не так. Гунны — такие же индоевропейцы, как и скифы. Кроме того, есть еще один поразительный факт. В Центральном Китае недавно обнаружили племя белокурых, голубоглазых китайцев, потомков тех самых гуннов, которые дошли под предводительством Атиллы до этих мест и решили больше никогда не возвращаться в степь. Выходит, Атилла — славянин. Пища для мозгов, одним словом, господа. После рассказа Сергея Федоровича я еще долго сидел возле костра, размышляя об услышанном. Все охотники, в том числе мой отец, уже давно отправились спать в своей палатке. А я все сидел и сидел, тупо уставившись на огонь. В голове моей царил абсолютный хаос. Если до этого рассказа профессора в моей голове была хоть какая-то примитивная система, то теперь это была самая настоящая каша из совершенно разрозненных знаний и мыслей, разобраться в которой не было ни сил, ни желания. Два сезона до призыва в армию я отработал рабочим копателем в археологической экспедиции профессора Кирюшкина. Оба раза работали в Горном Алтае в районе Кош-Агача, вскрывая скифские курганы. Причем нам необычайно везло. В обеих экспедициях мы нашли много чего ценного, представляющего несомненный научный интерес из точки зрения истории и из точки зрения археологии. «Археология Сайдаш — это довольно точная наука», — любил повторять Сергей Федорович. «Не математика, конечно, но все же очень точная. И вот вам, пожалуйста, последние данные о происхождении Чингисхана. Достоверно установлено, праматерью Тэмуджина, а это настоящее имя Чингисхана, являлась некая госпожа Алан Гуа, родом из племени Хори-Туматов, одной из тувинской ветвей в Древней Монголии. Учитывая, что у Чингисхана было более тысячи детей, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что у тебя, Сайдаш, в жилах тоже течет кровь великого полководца, а значит, ты вполне можешь называть себя потомком Чингисхана». Очень меня тогда обрадовали и буквально вознесли до небес эти слова уважаемого профессора Кирюшкина. В глубине души я, конечно, подозревал нечто подобное, но вслух все же боялся выразить эти свои, как мне казалось тогда, крамольные для окружающих мысли. Может быть, именно поэтому монголы, которые всегда себя считали прямыми потомками Чингисхана, традиционно так не любят тувинцев, видимо, чувствуя в нас потенциальных конкурентов на исторической авансцене. Да и сам Чингисхан, на мой взгляд, по описанию, все-таки был больше похож на тувинца, нежели на монгола. Взять хотя бы тот известный исторический факт, что, в отличие от большинства монголов, Тимуджин совершенно не боялся грозы и дремучего леса, что давало ему в тактике ведения войны огромное преимущество над монгольскими степными племенами. По окончанию средней школы я уже вполне определился с выбором своей будущей профессии, однозначно решив для себя поступать на исторический факультет Красноярского госуниверситета. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. Осенью 1994 года меня призвали в армию. Мой призыв по времени совпал со знаменательным историческим событием, началом первой чеченской кампании. Как и следовало ожидать, я почти сразу же загремел в горячую точку. Однако судьба по-прежнему меня довольно бережно хранила, почти весь срок моей службы прошел в относительно безопасных районах Чечни, достаточно далеко от районов активных боевых действий. Но за все в этой жизни надо платить. А за относительное спокойствие на войне солдаты во все времена и во всех армиях мира вообще всегда платили по особому счету. В 1996 году я попал в страшную переделку, которую военные эксперты иначе как ярдыш мордынской мясорубкой сегодня и не называют. Я служил тогда водителем артиллерийского тягача, старенького, но надежного, как автомат Калашникова, автомобиля «Урал» в составе 245-й мотострелковой дивизии. 26 апреля 1996 года наша дивизия получила приказ выдвигаться на заранее определенные командованием позиции в сторону чеченского села Ярыш-Марды. Маршрут наш проходил через Аргунское ущелье, где нас уже с нетерпением ждали чехи. Духи подготовились к этой теплой, дружественной встрече очень даже основательно. Как нам стало известно, уже после этого кровавого побоища в горах было заранее оборудовано около 20 мощно укрепленных огневых позиций, вырубленных прямо в скалах, а на это, как ты понимаешь, читатель, нужно немало времени. Что это означает? Да только одно. В генеральном штабе армии работал чеченский стукач, который аж за месяц известил Чехов о предстоящем марш-броске 245-й мотострелковой дивизии. В Аргунском ущелье боевики впервые опробировали новую тактику нападения на моторизованную колонну, подрыв первой и замыкающей бронемашины, а затем увлекательная стрельба, как в тире, по стоячим и вопящим мишеням. Как сейчас помню, я шел вторым в колонне, прямо за дивизионным БТРом. Внезапно меня охватило странное чувство, как во сне, за минуту до реального подрыва я вдруг явственно увидел эту нереально страшную картинку, поднимающейся на воздух горящий БТР. Потом раздался страшный, просто оглушительный взрыв уже под колесами моего Урала, и я увидел, как в замедленном кадре плывущие у меня перед лицом осколки снаряда. Подобно знаменитому киногерою Супермену Нео в фильме «Матрица», я проводил эти летящие осколки, похожие на мушек, бесконечно долгим, недоуменным взглядом, и даже смог ясно увидеть, как один из них прошил мне левое плечо. В тот момент боли я совершенно не почувствовал, только как ошпаренный выскочил с автоматом из кабины и буквально оцепенел от увиденного. Вокруг меня полыхали автомобили и бронетехника. Всего тогда сгорело около 150 машин. Все обозримое пространство было усеяно трупами моих сослуживцев. Это уже потом мне стало известно, что тогда, в этой кошмарной бойне, погибло 73 человека. Как сумасшедший я начал иступленно палить из калаша в белый свет, как в копеечку, не видя ни цели, ни вероятного противника, и ориентируясь лишь на звуки выстрелов, доносившиеся откуда-то сверху ущелья. Потом все внезапно стихло, как будто в дом наконец-то пришел хозяин и резко выключил телевизор, по которому опять сегодня показывали всем надоевший фильм про войну. Окровавленные, контуженные, но зато живые, а потому безмерно счастливые, мы собрались возле единственно уцелевшего БТРа. Нас осталось в живых тогда только 17 человек. 17 невероятных счастливчиков, которым в этот страшный день, 26 апреля 1996 года, здесь, в Аргунском ущелье, выпал удивительный шанс начать жизнь заново. После долгого и нудного лечения в военном госпитале в июне 1996 года ко мне наконец-то пришел долгожданный дедушка Дембель. Я уже полностью отказался от своей давней юношеской мечты стать археологом. Сержанты и старшины нашей доблестной российской армии изрядно потрудились над этим, безжалостно раздавив солдатским кованым сапогом мои розовые очки, а вместе с ним и мои детские розовые мечты. После армии я почему-то совершенно утратил веру в нужность и тем более общественную востребованность профессии археолога. Недолго думая, я подал документы в Сибирский юридический институт МВД России, представительство которого совсем недавно открыли в Кызеле. С моим славным армейским прошлым и медалью за боевые заслуги меня взяли туда без особых проблем. Так началась моя кропотливая учеба в Тувинской полицейской академии. Учился я в СИП-ЮИ МВД РФ довольно хорошо. В зачетной книжке, однако, были только оценки 4 и 5. За такое прилежание и хорошую успеваемость на третьем курсе учебы руководство республики Тыва решило направить меня на обучение в порядке международного обмена в полицейскую академию соседней Монгольской народной республики. Не то, чтобы я сильно обрадовался перспективе целый год прожить на чужбине вдали от семьи и родительского дома, но все же я с радостью согласился с таким заманчивым предложением. Очень уж хотелось мне посмотреть другие страны и узнать, как можно больше новых людей. Улан-Батор, куда я прибыл для обучения в полицейской академии, надо признаться, поразил меня с первого взгляда. Весь город монгольскими властями зачем-то был поделен на сектора. Есть чисто русский сектор, в котором поселили имене Тувинца. Есть китайский Чайна-Таун, есть даже английский и американский сектора. Каждый сектор тщательно охранялся монгольской полицией, так что иногда у меня возникало это довольно неприятное ощущение, что я нахожусь в какой-то закрытой резервации, наподобие индейской в США. К Тувинцам монголы относились в Улан-Баторе на удивление отвратительно. Наверное, из-за возможного общего родства с Чингисханом, я так думаю. Упаси Бог какому-нибудь бедолаге Тувинцу загреметь в монгольскую тюрьму. По словам моих земляков, которым посчастливилось испытать на себе все прелести монгольской пенитенциарной системы, это было действительно страшно. На ноги зеку надевали огромные чугунные колодки, а на шею специальный металлический обруч с прикрепленной к нему цепью, с помощью которой человека намертво фиксировали к стене камеры. И в таком раскоряченном положении охранники могли продержать заключенного целые сутки. Можно только представить, какие страдания выпали на долю несчастного Тувинца по недомыслию или по роковому стечению обстоятельств однажды приступившего монгольский закон. За год жизни в Монголии я так и не сказал ни одной монгольской красавице заветные слова «би ха рт». По-монгольски это означает «я тебя люблю». Ну, не понравились мне тамошние девушки и все тут. И ведь вроде бы похоже на наших тувинских девушек, но все же чего-то катастрофически не хватает. Может быть, какого-то азиатского шарма, какой-то девичьей нежности, какой-то особой харизмы, я не знаю. А может, просто запах не тот. Год учебы в Монгольской полицейской академии пролетел для меня как один день. В общем и целом, читатель, мне понравилось это весьма серьезное учебное заведение в Улан-Баторе, в котором тогда, да, впрочем, и во все времена обучались в основном представители монгольской элиты, прошедшие при поступлении в этот государственный вуз огромный, просто умопомрачительный конкурс. И вот, наконец-то, настала пора мне возвращаться в родную Тыву. Какое умозаключение читатель я смог сделать после целого года пребывания в Монгольской Народной Республике? Эти монгольские ребятки конкретно застряли в 50-х годах прошлого столетия. Все, что у них сейчас происходит, очень напоминает времена культа личности Сталина в СССР. Просто один в один, скажу я вам, только еще с этой их совершенно бесподобной и такой удивительной даже для меня видавшего виды тувинца монгольской экзотикой. По окончанию СИБЮИ МВД РФ я получил очень хорошее распределение в уголовный розыск города Кызыла. Жизнь, как мне казалось тогда, полностью удалась. Престижная работа, квартира в центре Кызыла, с деньгами на нее очень помог мой Агай. Хорошие друзья, что еще нужно молодому продвинутому тувинцу? Вскоре нашлась и та единственная, которой я смог наконец-то сказать эти заветные слова МЕНСИНЕ АнДАКМЕН, что означает «Я тебя люблю по-тувински». Ее звали Алчи. Она только что окончила медицинский институт и уже работала врачом-гинекологом в одной из поликлиник города Кызыла. Я готов был подпрыгнуть до небес от внезапно нахлынувшего вселенского счастья, когда на предложение стать моей женой Алчи просто так безо всякого женского кокетства ответила мне с ее неизменно очаровательной улыбкой «Да». И вдруг все внезапно закончилось. Созданный мной с таким трудом идеальный мир неожиданно стал распадаться и рушиться как карточный домик прямо на моих глазах. Казалось, удача теперь навсегда отвернулась от меня. А началось все с того, что группу сотрудников уголовного розыска и меня в том числе руководство ГУВД направило на границу с Монголией ловить в конец обнаглевших монгольских конокрадов. Мы три дня героически сидели в засаде, если можно назвать засадой теплую юрту, ящик водки и хорошо прожаренного барана на вертеле, абсолютно никаких телодвижений со стороны монголов. А на четвертый день случилось то, что вскоре полностью перевернет всю мою дальнейшую жизнь. Когда я ночью встал по нужде, то с изумлением увидел, как небольшая преступная группа из трех резвых монголов угоняет наших лошадей через российско-монгольскую границу. Недолго думая, виной чему вероятно было мое жестокое похмелье, я схватил свой автомат Аксу и прицельно выстрелил в одного из монголов с таким расчетом, чтобы пуля попала ему в ягодицу, аккурат под самое седло. При этом я совсем забыл, что пуля калибра 5 сантиметров 45 миллиметров со смещенным центром тяжести, а значит, попав в тазовую кость, будет очень и очень долго блуждать по всему телу несчастного. Так оно и вышло. От казалось бы легкого ранения в ягодицу, монгол скончался в страшных муках на следующее утро у себя дома. Диагноз монгольских врачей был однозначным внутреннее кровоизлияние от пулевого ранения. И грянул грандиозный дипломатический скандал на всю республику Тыва и ее окрестности, ведь я умудрился подстрелить несчастного монгола уже на его территории. Монгольская сторона решительно потребовала моей выдачи и проведения объективного расследования по данному инциденту на границе. Однако наше милицейское руководство в Тыве, как известно, не пальцем делано, абсолютно не повелось тогда на угрозы и шантаж рассерженных монголов. Меня просто-напросто по-тихому уволили задним числом из органов внутренних дел с последующим переводом в республиканский ФСИИН. Монголы попыхтели еще некоторое время и вскоре успокоились вовсе, признав, что убиенные являются особо опасным рецидивистом, давно находящимся у них в розыске. Так сказать, невелика потеря для Великой Монголии. Но для меня все уже было решено окончательно и бесповоротно. Из сотрудника убойного отдела, настоящего опера, каким я себя тогда ощущал, матерого сыскаря, по духу и образу мыслей, я превратился в жалкого вертухая ДПНС. Слово-то какое отвратительное. Дежурного помощника начальника следственного изолятора города Кызыла. И начался ежедневный тюремный кошмар с его мрачной рутиной, отвратительными запахами и бесконечными психопатическими концертами зэков. Стремясь внести в свою службу хоть какое-то разнообразие, я стал потихоньку злобствовать, регулярно отбирая у зэков мобильные телефоны и устраивая во время своего дежурства незапланированные шмоны в камерах СИЗО. Расплата за эти мои необдуманные действия очень скоро не заставила себя ждать. Однажды, возвращаясь после очередного дежурства домой, я вдруг услышал за собой оглушительный рев автомобильного мотора. Обернувшись, с ужасом обнаружил, что на меня на полной скорости несется черная тонированная Тойота без государственных номеров. Я только успел сгруппировавшись запрыгнуть на капот автомобиля, как он неожиданно резко затормозил и сбросил меня на проезжую часть. Из автомобиля тут же выскочили два здоровенных тувинца, которые увесистыми бейсбольными битами начали от всей души обрабатывать меня, изо всех сил стараясь при этом проломить мне голову. Затем один из бандитов резко наклонился и быстрым точным ударом тувинского национального ножа вспорол мне живот. Небо внезапно опрокинулось и навалилось на меня всей своей неимоверной тяжестью. Я потерял сознание от жуткой, просто нестерпимой боли. Очнулся я только на следующее утро, уже в больничной палате. Рядом с моей кроватью сидела совершенно убитая горем моя дорогая Алчи. Но душе было тошно и на удивление тоскливо, ведь теперь даже коню понятно, с государевой службы для меня покончено раз и навсегда. Как и следовало ожидать, преступников, совершевших столь дерзкое нападение на меня, так и не нашли. Впрочем, думаю, в нашем насквозь коррумпированном козыле их и вовсе никто не собирался искать. А вскоре после моей выписки из больницы меня комиссовали по болезни из органов ФСНРФ. В сложившейся ситуации мне нужно было срочно искать совершенно иные опоры в жизни, как духовные, так и материальные. И такие опоры помог мне в очередной раз найти мне мой старый добрый дружище Сергей Федорович Кирюшкин. Именно он уговорил Алчи переехать вместе со мной в Красноярск, помог снять нам на первое время довольно приличную квартиру, потом трудоустроить мою жену в одной из городских поликлиник. А вскоре Кирюшкин и меня самого думали, а правильно читатель директором местного археологического музея. Звезда и смерть Алеши Негодяева Алешина детство Солнечным сентябрьским утром 1965 года в семье простого инженера Сергея Александровича Негодяева появился на свет первенец Алеша. Семья была просто на седьмом небе от такого невиданного вселенского счастья, свалившегося на них прямо с неба. Это был безусловно долгожданный ребенок, которого жена Негодяева Сара Моисеевна Либерзон вымаливала долгими вечерами и ночами у своего еврейского бога Яхве. Наконец-то Яхве услышала ее неистовые мольбы. Ребенок был чудо как хорош, беленький, голубоглазый, с трогательными золотистыми кудряшками на нежных височках. Мальчика без излишних споров родители назвали Алешей, потому что инженер Эннского авиационного завода Сергей Негодяев был ярым фанатом героического летчика-фронтовика, беззаветно отвоевавшего всю великую отечественную на протезах обеих ног Алексея Моресьева. Как это обычно бывает в подобных смешанных браках, сразу же встал ребром вопрос о будущем вероисповедании мальчика. Сара Моисеевна понятно была иудейкой с самого своего рождения. Сергей Негодяев же, как и полагалось тогда советскому коммунисту, был убежденным атеистом. После долгих споров родители все же пошли на обоюдный компромисс, решили Алешеньку отнести в синагогу, но обрезание ему не делать. Этот родительский компромисс своими любви к долгожданному чаду, как ты заметишь, читатель, сыграет в дальнейшей судьбе Алешеньки роковую роль, предопределив его очень и даже очень непростые будущие взаимоотношения с иудейским и русским мирами. Алешкино детство было счастливым и безоблачным, как и у большинства советских ребятишек. Примерно через два года у Алеши появился младший брат Юрий. Братья негодяевы были очень похожи друг на друга, почти близняшки, но все же было одно бросающееся в глаза отличие у этих двух мальчиков. Это удивительные глаза старшего брата, колючие, холодные, жестокие, как у кобры, готовые к смертельному броску. Эти странные глаза Алеши, столь жестокие, явно не по возрасту, пугали даже его родителей. А что уж тогда говорить о посторонних людях? Алеша рос обычным советским мальчиком. Как все мальчишки, азартно гонял футбол, стрелял из рогатки по воробьям, дергал девочек за косички. Однако уже с раннего детства у него стали проявляться внезапные приступы неконтролируемой агрессии. Однажды он очень напугал всех своих сверстников, когда не с того во время игры в футбол в приступе бешенства схватил бездомную кошку к своему несчастью не вовремя перебегавшую футбольное поле за хвост и со всей дури ударил ее головой о бетонный забор. Несчастное животное тут же испустило дух, а лицо Алеши в это мгновение озарилось какой-то жуткой, завораживающей дьявольской улыбкой. Алешкины родители работали на Энском авиационном заводе, единственном градообразующем предприятии военно-промышленного комплекса. Понятно, что предприятие это было особо охраняемым режимным объектом, в котором под особым пристальным вниманием спецслужб находились не только сами работники предприятия, но и их ближайшие родственники. Поэтому, когда у Алеши в 14 лет стал проявляться вполне объяснимый интерес к своему еврейскому происхождению, думаю, этим самым советским спецслужбам, а родителям, конечно, в первую очередь, очень и даже очень бы не понравилось, что любознательный мальчик стал тайком бегать в местную синагогу. Алеша очень сдружился с местным раввином Якобом, который в энском еврейском бомонде слыл весьма просвещенным и очень-при-очень мудрым человеком. Мальчик с особым трепетным вниманием, что было явно не по его возрасту, прослушал почти все шаббатные лекции и молитвы раби Якоба о происхождении иудейской религии, о роли евреев в мировых исторических процессах, о приходе долгожданного иудейского царя спасителя Мышааха. Алешке всегда нравилась эта экспрессивная манера подачи раби Якоба, довольно специфического и очень сложного для восприятия религиозного материала, который, благодаря таланту лектора, врезался в память отрока на всю жизнь. Синагога раби Якоба находилась прямо на берегу священного озера Байкал. Байкал, как гигантский магнит, всегда магическим образом притягивал к себе все живое, независимо от его национальности и вероисповедания. Бирюзовая вода Байкала была настолько плотной и упругой, что, казалось, эту воду можно запросто разрезать ножом на огромные жирные куски гигантского совершенно неземного космического пирога. Алеша, сколько себя помнил с детства, был фанатично влюблен в Байкал, влюблен до беспамятства. Он мог часами в одиночестве сидеть на берегу священного озера, вглядываясь в прозрачную глубину его таинственных завораживающих вод. В этот момент все его существо, казалось, полностью растворялось в озерной плазме, а врожденное мистическое сознание Алеши неожиданно охватывал необъяснимый, почти религиозный трепет. Особенно прекрасен Байкал был ранней осенью. Богатая палитра красок увядающей природы в сочетании с бирюзовым сиянием волшебного озера откровенно радовали глаз даже эмоционально обделенному человеку, напоминая ему грешному, что творец по-прежнему был и остается самым величайшим художником, импрессионистом во всей этой необъятной вселенной. В один из таких солнечных сентябрьских дней Алеша вдруг решил зайти к своему другу Раби в синагогу. Раби Якоб проводил очередную церковную службу. В синагоге в этот день было совсем немного народу. Алеша, конечно, знал всю паству Якоба, знал неперечет, практически как членов своей семьи. Алеша хорошо знал и любил эту довольно эпатажную манеру проповеди Якоба, но Раби в этот раз был явно в ударе и превзошел сам себя. Он по памяти свободно цитировал мудреные тексты Талмуда, при этом возбуждаясь от собственного красноречия, впадая в религиозный экстаз и почти как фюрер Адольф, то и дело срываясь на противный песклявый виск. «Так вот, братья мои, что я вам скажу про то, как надо вести себя сгоями», говорил Якоб, пронзая при этом своих слушателей огненным испепеляющим взором. «Запомните, братья, что наш священный Талмуд рассматривает кражу у еврея как очень тяжкое преступление, за которым следует немедленное изгнание из общины. Но по отношению к Гоэм, братья, это нормально, я вам скажу. Например, закон 21 гласит, «Не следует еврею быть свидетелем со стороны Акума против еврея, поэтому, когда Акум взыскивает деньги с еврея, а еврей отрицает свой долг Акуму, тогда другому еврею, который знает, что Акум прав, запрещено быть свидетелем в его пользу, а когда еврей нарушил это предписание и стал свидетелем со стороны Акума против еврея же, тогда Бевдин обязан исключить его из общины, то есть подвергнуть анафеме». Рабби остановился на мгновение, очень картинно и многозначительно выдержал паузу и продолжил. Далее, закон Талмуда номер 24, когда евреи держат в своих когтях Акума, в халдейском стоит выражение «ма-аруфия», то есть «обдирать», беспрестанно обманывать, не выпуская из когтей. Тогда дозволяется и другому еврею ходить к тому Акуму, сужать ему в долг и в свою очередь обманывать его так, чтобы Акум наконец лишился всех своих денег. Основание в том, что деньги Акума добро никому не принадлежащие, а потому первый из евреев, кто пожелает, тот и имеет право завладеть ими. Алеша, конечно, мало что понял из этой пространной запутанной речи Якоба, но эмоциональный посыл рабби явно затронул его сердце в тот момент. «А вот что говорит закон номер 34 Талмуда», продолжал Якоб. Еврей, нашедший что-нибудь, будь то предметы одушевленные или неодушевленные, обязан возвратить их собственнику. Само собой разумеется, что это относится исключительно к еврею, потерявшему что-нибудь. Когда же находка принадлежит Акуму, тогда еврей не только не обязан возвращать ее, а, напротив, считается тяжким грехом что-либо возвратить Акуму обратно, разве это делается с той целью, чтобы Акумы говорили «Евреи порядочные люди». И далее по тексту. Когда еврей должен деньги Акуму, и этот Акум умер, тогда запрещено еврею возвращать деньги его наследникам, разумеется, при условии, что никакой другой Акум не знает о том, что еврей остался в долгу перед умершим. Но когда хотя бы один Акум узнает об этом, тогда еврей обязан уплатить деньги наследникам, чтобы Акумы не говорили «евреи обманщики». «Раби, а что говорит Талмуд про убийство Акума?» спросил пожилой мужчина в кипе с интеллигентной внешностью, которого Алеша знал как местного школьного учителя Моисея Шниперсона. «О, это очень сложный вопрос», воскликнул Якоб. «Закон 81 гласит, еврея не вменяется в прямую обязанность убивать Акума, с которым он живет в мире. Однако же строго запрещается даже такого Акума спасать от смерти, например, если бы последний упал в воду и обещал все свое состояние за спасение». Далее еврею запрещено лечить Акума за деньги, кроме того случая, когда можно опасаться, что вследствие этого у Акумов возникнет ненависть против евреев. В этом случае дозволяется лечить Акума и даром, когда еврею нельзя уклониться от лечения. Наконец, еврей прямо обязан убивать еврея, который окрестился и перешел к Акумам и самым строжайшим образом запрещено спасать этого еврея от смерти. Вы все знаете, что заповеди Моисея проповедуют «Не убей, не укради, не прелюбодействуй» и так далее. Но знаете, что все эти заповеди верны лишь по отношению к нашему Богом избранному народу. Поэтому я таки вам скажу «Не убей еврея, но лучшего изгоев убей». Вы спрашиваете меня, можно ли убивать Гоя? Прямое убийство, конечно, запрещено, братья мои, это очевидно, за это сажают в тюрьму. Но если вы, например, подсунули змею в комнату, где находился этот Гой, то убийство раскладывается на две ступени. Первая ступень – змея убила Гоя, то есть вы не виноваты в его смерти. Гой сам виноват, что допустил халатность и не заглянул под одеяло перед тем, как лечь спать. Если вы захотите убить Гоя, не нарушив талмудических предписаний, его также можно столкнуть в глубокую яму, где стоит лестница, а потом эту лестницу быстренько убрать, чтобы Гой умер в яме от голода. Почему это разрешено? Вы сделали все в две ступени. Когда вы столкнули Гоя в яму, то в яме ведь была лестница, то есть это не убийство, так как Гой мог выбраться из ямы. Второе ваше действие – вы вытащили лестницу из ямы. Это тоже не убийство. Гой сам виноват, что не вылез за те несколько секунд, пока лестница еще стояла в яме. Можно ли убить Гоя из ружья? Братья мои, Талмуд разрешает это, но при условии, что в местной аптеке будет лекарство от этой огнестрельной раны. Если вы убедитесь в том, что в аптеке имеется необходимое лекарство, и только после этого выстрелите в Гоя, ранив его, скажем, в обе ноги, то Гой истечет кровью и умрет, но будет сам виноват, ибо не пошел вовремя в аптеку и не вылечился от огнестрельной раны. Лекарства-то там ведь были. Вот так-то, братья мои. Алеша был просто потрясен теми открытиями, которые он сделал сегодня в результате эпатажного выступления раби якоба. То, что Алеша услышал сейчас, совершенно не вязалось с тем, о чем каждый день толдычили ему родители, учителя в школе, об образе жизни настоящего советского человека, да по телевизору в конце концов этому советскому зомбоящику. Он вдруг со всей ясностью понял, что рядом с ним существует какой-то неведомый, чужеродный мир, который живет по своим очень странным законам бытия, абсолютно не желая при этом вливаться в окружающую его среду, глубоко презирая ее и используя исключительно в своих эгоистических целях. Этапы большого пути. Когда Алеше исполнилось 17 лет, он решил поступать на юридический факультет Эннского государственного университета. Собственно, это было решение отца, который всегда мечтал видеть своего старшего сына юристом. Алеше же было все равно, куда поступать, он до сих пор не мог понять, чего он хочет в этой жизни. Студенческая жизнь Алеши складывалась безоблачно, безмятежно, то, что вполне укладывается в емкое понятие простое человеческое счастье. Да и как может быть по-другому, когда тебе всего 17 лет, тебя окружают счастливые, совершенно безбашенные сверстники и очаровательные девушки, всегда готовые разделить с тобой плотские радости и утехи беззаботной юности. Учился Алеша ни шатка, ни валка, однако уже с первого курса у него отчетливо проявился научный интерес к философии и теории государства и права. Преподаватели по этим дисциплинам не могли нарадоваться на столь благодарного ученика, чем вызывали жгучую ревность преподавателей других кафедр, обделенных Алешином научным вниманием. Все было в Алешиной студенческой юности, озорные походы по девочкам из местного съемного кафе Петушок, веселые студенческие попойки и прочие шалости, эти неизменные спутники любой бесшабашной юности. Одного только не было в жизни Алеши, серьезной, глубокой, нежной любви, про которую так часто пишут в книгах и про которую снимают оскароносное кино. Это очень удручало юношу с завистью наблюдавшего развитие знойных романов у своих друзей по студенческой скамье. Многие ребята уже к третьему курсу рискнули и обзавелись семьями, и только у Алеши по-прежнему в этом вопросе был полный штиль и заброшенная гавань. И все же Бог услышал тихие молитвы Алеши. На четвертом курсе наконец-то он встретил ее. Однажды во время очередной студенческой гулянки в кафе Петушок Алеша заприметил одну очаровательную девушку, которая оживленно чирикала с другими юными особами за соседним столиком. Девушка имела роскошные каштановые волосы до плеч, персидские глаза цвета гречишного меда, точеную фигурку изящной французской статуэтки. «Это Дина», сказал однокурсник Дима, заметив явный интерес Алеши. «Она учится на первом курсе юрфака. На прошлой научно-практической конференции она взяла первое место по секции теории государства и права. Тут Алеша вспомнил эту девушку. Действительно, она выступила, причем очень даже неплохо для первого курса с докладом по проблемам функций права. Тогда, поглощенный другими проблемами и заботами, он не обратил на нее совершенно никакого внимания, а ее внешность не произвела на него впечатления. Но здесь, в свете дискотечных софитов, девушка выглядела просто божественно. Алеша, она же армянка, она тебя разорит в конец со своими южными запросами. «Зачем тебе нужна такая фифа?» увещевал парня, обеспокоенный Дима. Но в Алеше уже проснулся охотничий азарт. «Мужики, я пошел на абордаж!» Хлопнув сто граммов водки для храбрости, неровной походкой юноша направился в сторону девушки. «Вы знаете, я долго думал, как подойти к вам и познакомиться», начал Алеша свою очень учтивую галантную речь. «А потом решил подойти безо всяких обиняков. Я вас знаю, вы, Динара, учитесь на первом курсе юрфака. Я видел вас на прошлой апрельской конференции. Я, Алексей, учусь на четвертом курсе. Вы не хотите присесть за наш столик?» Девушка, изучающая, посмотрела на Алешу, очаровательно улыбнулась и сказала, «Я не против, только можно, я приду с подругами». «Конечно можно, мои друзья будут только рады», улыбнулся Алеша, и глаза его заблестели, как у мартовского котяры. Так довольно тривиально, буднично начался их роман длиною в целую жизнь. Алеша целых три года ухаживал за Диной, пока ее отец, настоящий армянин из Еревана дал наконец-то согласие на брак. В 1988 году они поженились, а уже в 1989 году у них родился первенец Артурчик. Семейная жизнь Алеши сразу же сложилась в то теплое, нежное, трогательное, трепетное существование с любимым человеком, которое охватывается одним емким словом счастье. После окончания университета Алеша весьма удачно устроился следователем в Ленинскую прокуратуру города Энска, причем безо всякого блата, что было бы очень трудно сделать в то блатное время. Он просто-напросто приглянулся на собеседование одному из членов комиссии по распределению студентов, однако его работа в должности следователя пришлась на лихие девяностые годы, что совсем не very good. В Ленинском районе города Энска уже многие годы успешно прокурорил Николай Васильевич Герасимук. Николай Васильевич в узких прокурорских кругах был уже давно известен под прозвищем Двустволка. Да, читатель, ты прав, конечно, он был обычным бисексуалом, то есть мог трахать практически все, что движется и почти не движется. С самого начала отношения у Алеши с этим большим ценителем нетрадиционного секса явно не сложилось. А неприязнь Алеши к этому экстравагантному прокурору достигла своего апогея после одного крайне неприятного инцидента на его даче. Впрочем, эта история заслуживает нашего отдельного повествования. Позаведенные Герасимуком давней питейной традиции, все самые значимые даты календаря отмечались всем коллективом Ленинской прокуратуры на его роскошной по тому времени даче. 9 мая 1993 года не стал исключением из этого правила. На даче собрался почти весь коллектив прокуратуры. Пили, ели, танцевали, снова пили, так до самой ночи. Наконец пришла пора расходиться по домам. Поскольку дача Герасимука находилась за городом в лесу, вызвали шесть такси. Гости набились в прибывшие автомобили, как сельди в бочке. Алеша сидел на заднем сидении посреди подвыпивших дам. На коленях у него сидела заведующая канцелярией Нина. От нечего делать Алеша стал целоваться с Нинкой. Причем одна из сидевших пьяных дам справа отчаянно норовила залезть к Алеше в штаны. Впрочем, безуспешно, так как доступу к сокровенному мешала большая аппетитная попа Нинки. Из всех гостей на даче изъявили желание остаться помощник прокурора Авдеева Марина и Князьков Володя, следователь Ленинской прокуратуры. На следующее утро Алеша пришел на работу сильно помятый после вчерашнего возлияния с жуткой головной болью. Прокурор был с раннего утра уже на своем рабочем месте. Что удивительно, он выглядел как огурец, как будто не было ночной дикой оргии в лесу. «Ну, умеют же люди пить!» с неподдельной завистью подумал Алеша, глотая анальгин. Не имея привычки опохмеляться, Алеша с самого утра мужественно претерпевал все тяготы и невзгоды похмельного синдрома, когда уже только после обеда в прокуратуре нарисовалась Авдеева Марина. Она была взъерошена как галчонок, которому удалось с большим трудом вырваться из клетки. «Леша, пойдем в твой кабинет, я хочу тебе рассказать кое-что!» с волнением в голосе прошептала Марина, у которой глаза на выкат округлились, как у только что пойманного карася. Они зашли в кабинет Леши. «Леша, Герасимук ночью меня изнасиловал вместе с замом Корнеевым!» почти закричала Марина, отчего у Алеши сразу прошла головная боль. «И Володю Князькова тоже, Леша! Я проснулась голая в лесу под сосной. Моя одежда была разбросана по всей опушке, они напоили меня и Князькова водкой с клофелином, а потом трахали во все дыры!» Марина зарыдала. «Тихо, тихо, Мариночка, Герасимуку слышат!» С ужасом проронил Алеша, обнимая Марину за плечи. «Я полночи шла пешком до самой трассы, потом автостопом до дома, а Князьков остался на даче. Я не знаю, что с ним сейчас, Алеша. Он не пришел на работу». «Нет, Марина не пришел. Я так и думала». Володя Князьков пришел на работу только на следующий день, и все сотрудники прокуратуры вдруг с ужасом увидели, что он стал седым, как лунь. Этот боевой парень, 27 лет, прошедший войну в Афганистане в рядах ВДВ, стал седым стариком всего лишь за одну ночь. Володя Князьков, настоящий мужчина, не выдержал такого позора и через полгода после этого инцидента был найден повешенным в своей квартире с окнами на ангару. Рядом с телом была найдена предсмертная записка. «Я всю жизнь был честным солдатом, и я не желаю жить теперь гнойным пидором, будьте прокляты те, кто сделал это со мной». Алеша, который доставал тело Князькова из петли, понял, что просто-напросто сойдет с ума, если прямо сейчас не напьется до потери сознания. Его не остановило даже то, что он был за рулем. Он ударился в страшный загул. Он собрал все кабаки города Энска, а когда наконец сел в свои жигули, он долго не мог попасть ключом в замок зажигания. Он гнал свой автомобиль на бешеной скорости, и когда на мокрой от дождя трассе его вынесло на встречную полосу подыдущий КамАЗ, Алёше ничего не оставалось, как свернуть машину в кювет. Страшный удар, резкая боль и темнота. Первое, что увидел Алёша, когда очнулся в больнице после трех дней комы, это заплаканное лицо Дины, печально сидящей возле больничной кровати. Прокурор Герасимук после тщательно проведенной служебной проверки по-тихому уволил Алексея из органов прокуратуры. И вот после долгих двух месяцев приведенных в больнице, он наконец-то вышел на весеннюю улицу, вдохнул полной грудью ангарский воздух и внезапно почувствовал себя обновленным. Да, он чувствовал себя сейчас совершенно свободным человеком, который, начиная с этого момента, пишет свою жизнь с абсолютно чистого листа. В сентябре 1993 года Алеша устроился преподавателем на кафедру теории государства и права Эннского государственного университета. Так начиналась новая веха в его жизни, связанная с научно-педагогической деятельностью. Судьба свела его в университете с очень интересным человеком. Это был преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Александр Аркадьевич Понасевич. Уже по фамилии, а тем более по его колоритной внешности, было ясно, что Александр был представителем, как он сам считал, лучшим представителем Божьего народа. У него была за плечами весьма интересная жизнь провинциального авантюриста, достойная пера автора какого-нибудь французского авантюрного романа. Народ в университете вообще мало что знал об этом человеке. Сам Понасевич окутал свой образ флером такой таинственности, что многие на самом деле верили, он долгие годы являлся сотрудником российской внешней разведки и работал агентом под прикрытием в Канаде. Однако в трудовой книжке у него было всего две записи, сделанные еще до университета. Первая запись это работа в качестве участкового инспектора милиции, вторая ТОО Бартер. В сущности его пребывание в Канаде как раз и было связано с деятельностью обычной торговой фирмы, которая занималась в то время бартерным ширпотребом. Никакой разведки читатель, а тем более ГРУ, не было и в помине. Саша Панасевич был известным женолюбом в городе Энске, что называется бабником с большой буквы. Именно ему классик Эннского университета профессор Гуверов посвятил свои нетленные строки. Панасевич в коллективе парень гениальный, любит Саня секс простой, любит секс оральный, член имеет он здоровый, с шляпкой глянцевой бордовый. Всем известный его кляп стал мечтою местных баб. И решили бабы хором за интимным разговором Панасевич вот мужчина, с ним не е, а малина. Эти гнусные куплеты лишь завистников наветы. Любит Саня манну кашу и жену свою Наташу. Алеша очень сдружился с Сашей Панасевичем, несмотря на весьма значительную разницу в возрасте, Панасевич был старше Алеши на целых десять лет. Долгими вечерами они просиживали в пивных барах, обсуждая проблемы как вселенского, так и местного уровня. Алеша к тому времени всерьез занялся проблемами квантового мышления, и уже после первой кружки добротного немецкого пива начинал погружать испуганного собеседника в космические лабиринты своего квантового, изрядно измененного алкоголем сознания. Его жена Динара тоже не теряла времени даром. Она всерьез занялась наукой-криминалистикой, а в декабре 1994 года вместе со своим научным руководителем профессором Шерхановым даже поехала на защиту кандидатских диссертаций в порядке ознакомления в город Томск. Именно там у Дины и произошла эта сакральная встреча, которая перевернула всю ее жизнь. Это был мужчина 30 лет из Барнаула. Звали его Сергей Птицын. Он работал преподавателем Барнаульского института МВД. В декабре 1994 года он поехал в Томск на защиту своей кандидатской диссертации по криминалистике. Молодые люди были очарованы друг другом практически с первого мгновения, однако их природная воспитанность и чувство супружеского долга не привели к развитию романа, если не считать романом легкое прощальное прикосновение руки Сергея к нежной шее Дины в такси по дороге в аэропорт, которая, однако, не ускользнула от наблюдательного взора матерого криминалиста профессора Шерханова, а потом, потом был знойный роман длиною в два года. Редкие встречи, которые, в конце концов, закончились очень болезненным расставанием на долгие двадцать лет. В январе 2003 года Сережа Птицын был переведен из Барнаула на новое место службы в город Красноярск. Первая мысль при этом переводе у Сергея мелькнула. «Теперь я точно буду ближе к Дине». На вокзале его весьма учтиво встретил молодой преподаватель кафедры криминалистики Сибирского юридического института Володя Дубов. В машине заговорили о том, о сём. Нашли общих знакомых по криминалистике, среди которых, конечно же, оказалась и Динара. Едкие, язвительные, но весьма точные характеристики Дубова вызвали у Сергея лёгкую ироничную улыбку. «Хм, Динара?» усмехнулся Володя на вопрос Сергея. «Не приезжала ли она в Красноярск?» «Приезжала всего полгода назад. Ну, что я могу сказать? Девочка, что называется, сы в глаза все божья роса». «Это как, Володя?» не понял удивлённый Серёжа. «Это хуцпа, Сергей, формула еврейской наглости». «Володя, а разве Динара еврейка? А она не армянка?» изумился Серёжа. «Азохин вей, о, боже мой! Акстись, Серёжа, какая армянка! Чистокровная еврейка! И повадки у неё чисто еврейские!» Сергей был очень обескуражен такой убийственной оценкой его трепетной любви и больше к этой неприятной для него теме уже не возвращался. А время между тем бежало, скакало стремительным галопом, как поётся в известной песне Давида Тухманова «А время бежало, бежало, бежало во сне наяву, во сне наяву, по волне моей памяти я поплыву». За двадцать лет случилось многое и в жизни Алёши, и в жизни Динары, и в жизни Сергея. Этот виртуальный любовный треугольник, несмотря на фактическое расставание, продолжал существовать помимо воли всех его участников ещё долгие годы. Супруги негодяевы за это время выросли и значительно окрепли в городе Энске. У них уже был свой семейный бизнес, довольно престижный по местным меркам частный колледж. Алёша успешно защитил докторскую диссертацию по философии. Динара не отставала от него, она также успешно защитила докторскую диссертацию по криминалистике. Семейная жизнь протекала гладко, почти безмятежно, в достатке и достаточно хорошей эмоциональной атмосфере. Динара, как могла, всегда старалась быть верной женой для Алёши и хорошей матерью для своих любимых детей. В 2003 году у неё родилась дочь Сара, которая внесла свежую струю в несколько поднадоевший быт давно уже устоявшейся семейной пары. Впрочем, лёгкие облачка всё же иногда набегали на лазурное небо семейного благополучия четы негодяевых. Именно таким облачком, правда, не совсем лёгким, в 2013 году был знойный роман Алёши с очаровательной буряткой Аюной. Алёша к этому времени уже совсем заматерел. Ему показалось, что он всерьёз поймал Бога за его седую роскошную бороду. Надо признать, Алёше очевидно жутко фартило. Фартило просто нереально. Он неожиданно для всех завистников занял должность ректора Российского Института Судостроительства. После отчаянных хлопот Алёши Динара стала его неизменным проректором по науке. Причём в нарушении действующего трудового законодательства не могут же родственники находиться в отношениях явной субординации. Красавица Аюна из Бурятии также по протекции Алёши стала проректором Института по учебной работе. И вдруг, да не вдруг, конечно, вспыхнул знойный роман. Казалось, Алёша совсем потерял голову от любви. Настолько, что в один из летних солнечных дней в самый разгар рабочего дня закрылся Союной в своём кабинете и предался с ней любовной страсти прямо на компьютерном столе. Динара каким-то звериным чутьём почувствовала мощный запах феромонов, доносившихся из кабинета её дорогого супруга. Как взбешённая тигрица она бросилась к дверям кабинета любимого Алёшеньки. Она стала колотить выступление ногами и руками в германскую дубовую дверь кабинета, сломав при этом каблук очень дорогих итальянских туфель. Обескураженная Алёша бледный с трясущимися руками открыл наконец дверь своей разъярённой супруги. Он упал перед ней на колени вымаливая прощение. Про Аюну понятно в этой ситуации все забыли. Однако неожиданно для всех Динара простила своего блудного супруга. Простила, но не забыла. Она всего лишь поставила жирную галочку в своём женском блокноте. А судьба несчастной Аюны, конечно, была решена окончательно и бесповоротно в тот злополучный момент. Решена раз и навсегда. Её просто изгнали с позором из института, и след её затерялся где-то в жутких научно-образовательных трущобах столицы нашей великой Родины. В результате этой возникшей проблемной ситуации, впрочем, удачно разрешённой для всех её участников, Динара получила все необходимые преференции, а также абсолютную власть над своим супругом. И она безусловно воспользовалась этой властью. По всем законам военной тактики и стратегии она повела войну против ненавистной женской половины института судостроительства. Первая пала на поле этой брани главный бухгалтер института Галина Степановна Карасёва. Её уволили сразу после того, как она попыталась слегка урезать жирный финансовый пирог семьи негодяевых. Это, безусловно, было довольно опрометчивое решение Динары, которое станет для неё роковым в совсем недалёком будущем. Негодяевы неожиданно для себя обрели в лице Карасёвой страшного и весьма продуманного противника. Она просто завалила Министерство образования и Генеральную прокуратуру России жалобами на Алёшу и его благоверную супругу. Жизнь четы негодяевых превратилась в какой-то нескончаемый фестиваль весёлых заезжих комиссий из Москвы, да и не только. Как говорится, шоу не для слабонервных. Второй жертвой полицейского произвола стала старший воспитатель института Юлия Сергеевна Иванова. Это несчастная женщина 45 лет, 12 лет из которых она отдала любимому институту. Она бедолага за всю жизнь так и не приобрела своего собственного жилья, бесконечно ютясь в общежитии дорогого во всех смыслах вуза вместе со своими студентами. Динаре как-то не понравился тон, в котором Юля разговаривала с ней. Она тут же пожаловалась мужу. Алёша, как всегда, пошёл на поводу очередного каприза своей любимой жёнушки. У Алексея был и до сих пор есть личный водитель Нариман, преданный вассал и надёжный осведомитель. Это довольно грузный мужчина 45 лет, сам родом из крымских татар, который уже многие годы живёт со своей татарской семьёй в Восточной Сибири. Однажды Алёша тихо отозвал Наримана в сторонку и дал ему одно весьма деликатное поручение. В тот же день Юля вместе с неизвестным импозантным мужчиной имела любовные рандеву в своей комнате институтского общежития. Как водится, пили вино, ели и вели приятную беседу. В какой-то момент мужчина подсыпал в Юлин бокал клофелин. Женщина тут же потеряла сознание, была раздета догола и в таком непотребном виде зафиксирована на видеокамеру. Видеозапись с соответствующими ехидными комментариями вскоре была выложена на Ютюбе. Причем из данного мерзопакостного видео было отчетливо видно, что делали съемку профессиональные менты. Выбор точки видеосъемки панорамной, узловой и детальной, той самой злополучной комнаты, а также обнаженного Юлькиного тела и довольно грамотные комментарии мужского баритона выдавали несомненного профессионала грязного полицейского ремесла. Понятно, что судьба несчастной Юли в этой ситуации была решена окончательно и бесповоротно. Она в одночасье потеряла не только работу, но и единственное жилье. Однако шло время, и однажды наша Динара неожиданно для себя серьезно заскучала, не зная зачем она набрала в гугле имя Сергей Птицын. Тут же выскочил электронный адрес Сергея. Она долго колебалась и наконец написала письмо Сереже. Можно долго спорить о преимуществах современных компьютерных технологий. Несомненно, одно, это самый прекрасный способ встретить старого друга на необъятных просторах интернета. Приветствую вас, Сергей Максимович. Сережа, когда обнаружил письмо в декабре 2014 года, чуть не получил инфаркт, то ли от радости, то ли от неожиданности. Конечно, он тут же ответил Дине, и завязалась активная переписка. Вскоре эта переписка приобрела откровенный эротический характер, и в мировой сети разгорелись не шуточные страсти виртуальной, но вполне реальной любви. Через некоторое время любовники уже не могли сдерживать вулкан своих демонических чувств и эмоций. Народ требовал реальных встреч, и эти встречи безусловно начались. Менялись города, веси, менялись гостиницы, и только разгоряченные тела уже стареющих любовников оставались все теми же страстными, нежными. Но тут, по закону жанра любого драматургического произведения, настало время выхода на сцену главного персонажа пьесы, бывшего главного бухгалтера института Галины Степановны Карасевой, обиженной, униженной и очень оскорбленной. Это, дорогой читатель, именно то самое знаменитое чеховское ружье на стене, которое почему-то всегда как-то очень не вовремя стреляет в конце пьесы. В разгар любовного свидания Сережи и Дины Алеша неожиданно позвонила прекрасная незнакомка, которая сообщила, что его жена в настоящее время в Москве предается плотским утехам в объятиях некого господина Птицына. Сказано, сделано. Взбешенный Алеша тут же отправился прямиком к своим друзьям ФСБ. «Ребята, у меня к вам громадная просьба. Прошерстите, пожалуйста, телефон и электронную почту моей благоверной супруги. У меня что-то есть очень серьезное подозрение на ее счет. Друзья прошерстили и нашли всю тайную переписку любовников, полную любви и страсти за год жизни в их рукотворном раю. Алеша, если хочешь, мы съездим разобраться с этим фраером в Красноярск? Не бесплатно, конечно», любезно предложили друзья из ФСБ. Алеша, недолго думая, согласился. Сережа пришел домой с работы. Включил компьютер. Неожиданно на почтовый адрес Сережи пришла фотография с очень странного английского адреса. «Спам!» подумал он, но все же из любопытства открыл ее. Он открыл эту фотографию и обомлел. На ней посреди Сережиной дачи в Барнауле сидела обнаженная Дина с оторванным крылом. Справа от Дины стояла старая Сережина радиола Харьков с выносной круглой антенной на деревянной крышке. Она до сих пор еще находится на старой Сережкиной даче возле самой Оби. «Да я же еще в 1996 году приглашал Дину на эту свою дачу. Она тогда почему-то не поехала», с ужасом подумал Сережа. Фигурка Дины вместе с забранными назад волосами пучком, она часто так делала, была наполнена тоской и глубоким разочарованием. Ясно, что перед нами сидел на полу наглухо поверженный ангел, который, очевидно, уже никогда не поднимется в небо с одним лишь крылом за спиной. Дина накрыла рукой труп голубя. Сереже стало страшно от такого неожиданного мистического послания, вероятно, прилетевшего из самой бездны далекого космоса. А той же ночью 30 апреля 2016 года на чердаке его десятиэтажного дома прямо над его кроватью прогремел взрыв. Плита подпрыгнула и, неожиданно для саперов энтузиастов, встала на свое место. Все соседи за стеной понятно тут же проснулись. Алексей это сосед, что снизу истошно завопил. Землетрясение! Сережа встал, включил свет и прислушался. Все было тихо. Неужели показалось? Подумал он, но решил, что завтра непременно поднимется на чердак и хорошенько осмотрит место предполагаемого взрыва. Утром 1 мая 2016 года Сережа поднялся на чердак и внимательно осмотрелся. Никаких следов взрыва либо иной детонации взрывных устройств на стенах чердачного помещения явно не было. Но потолочная плита была треснута пополам, а в том самом месте, под которым в аккурат и располагалась кровать Сережи, лежал мертвый голубь, убитый взрывной волной в эту страшную апрельскую ночь. мертвый